Что делать во время сирены из тревоги? Я в диспро, когда слышал тревогу, я вчера занимался делами город Ицхак, дома, поэтому не пришел на сады в четыре, но какие-то на сады подготовиться. И когда только я собрался уйти, так я слышал в рихлии и из дому. Началась тревога такая. До этого в шее вообще ничего не слышал. Очень хорошо. Надо учиться, не слушать тревоги. Ну, подумал про себя. Я был, у нас нет дома убежища в квартире. Ну, есть такая инструкция выйти в место, где более, где лучшие стены. Я был как раз в двух метрах от выхода из квартиры. Я пришел, так сказать, на личную глядку. И начал громко, там собралось много людей с сети. И начал громко говорить «стыли». И если побуждаю, это делать и детей, которые там были. Я потом подумал, что на самом деле надо начать не стояли. Надо просто поставить вопрос ребром. Есть у нас замечательный стих, который мы читали недавно. Он бог, который мы можем доверить. И нет искривления суда. Он прямой и правильный. То есть суд всевышний, он ценный. Что это означает? Все его аспекты, каждый получает. Сейчас, видите, был взрыв некоторой меры суда. И размеры суда, она коснулась каждого из нас. Ситуация, она никого не радует. Никого не радует. Это каждого есть своя боль. Сегодня я узнал, что один из близких, один из Верховича Таран. Он связан с Одинской Америкой. А там сын погиб в Газе. Это вопрос вообще. Ну, может, я знаю, то есть, я уже говорил, есть связь с людьми, которые там много еще пострадал, короче говоря. И вот эта подробность, это вещь, которая недалеко. Особенно человек, вроде меня, которого здесь уже 50 лет, и много связей есть. В разных общинах, не только в русской. И это все, знаете, надо болеть. Нельзя быть, сказать, у меня все в порядке, еще не касается. Говорят по-русски или по-украински, я уже не знаю, кому-то. Моя хата с краю, ничего не знаю. Это не наш подход. Когда было дело Бейлиса, когда наши обвиняли, не знаю, десятки, десятые разы, 50-50 раз о зарезании христианских младенцев и пьяния крови для муцы. Это был процесс, который вела царская империя против еврейского народа. Помните, это была такая история дела Бейлиса. И это было просто обвинение в отношении, не только этого случая. Вообще, насколько евреи плохие, насколько евреи того. Это был такой общий процесс антиеврейский. Одно изменить было, что английское слово не называется «атеми краим одом», «вы называетесь человеком Адам», а народы мира не называются одом. Вот это такое четкое обвинение. И об этом сказал один из великих рэбэ. Не помню, как кто-то был, неважно, он сказал, есть еще четкая вещь. Народ Израиля, в отличном, но в мир он является единым народом, а народы мира разрознены. То есть человек народа Израиля в целом называется как единый человек. Это очень глубокая вещь. Это не просто было отбросить обвинение. Это вещь, что она очень глубокая. Сейчас не время, что он говорит, но он говорит, что он просто. Он сказал этому, вот, судье, если будет какой-то русский, он пострадает в Турции. Если это больно волновать, он говорит, нет. Нет. Если один великий находится в беде, то это волнует. Волнует весь народ. Тогда весь народ мобилизовался за счету Бейлису. И сейчас, к сожалению, есть ситуация, когда это чувство, единство народа, оно ослабело. Это наша большая беда. Вот. Необходимость, это ощущение. Ощущение, безусловно, говорит, что необходимо чувствовать боль. Это очень тяжело. Там есть такой кибуц Бейли. Там была страшнейшая резня. Там погибло больше ста человек в этом кибуце. Это, если как-то связан, это, как мой, один из моих сватов, как называемых, тесть моего сына Шлёва. Он выходил из кибуца. Он был первым летчиком. Сделал бы вот что-нибудь чему. Сегодня большой там хахам, знающий шанс. Буквально знающий шанс. Издал несколько книг там. Его семья. Он сам оттуда. Семья его оттуда. Это большая семья. Я толком не знаю, что происходило. Кто-то выжил оттуда. Я не знаю сейчас. На отличие, надо болеть. Нельзя думать, что вот сейчас с семьей все надо. Знаете, хочу, чтобы просто правильно понять ситуацию. И считать нужным, чтобы открывать новости, видео, я имею в виду, видеть все эти вот ужасы. Эту толку никому, так сказать, не дает, кроме... Каждый человеку посылает то, что он должен видеть, то, что он не должен видеть. Не надо себе искать тяжелых ощущений. Но ощущать боль, то, что, думаю, что наши труды необходимы, это нас объединяет. Это величайшее исправление. Однако, я думаю, что я хочу сейчас вернуться к реакции на сирену. Вот я поставил вопрос так. Почему? Сейчас есть сирена. Почему? Потому что я, как я сказал, поставил ракету. Почему все вышли поставили так, чтобы я это мог тоже... Меня это как-то касалось. Очевидно, меня это как-то касается. Как меня это касается. Я вам скажу одну вещь. Эта вещь очень принципиальная, на самом деле, самая важная часть моего урока сегодня. Надо понять, что во всех таких стрессовых ситуациях, их нам дают всевышние, что мы подняли себя. Мы сейчас можем поднять себя очень сильно. То, что в обычные, простые времена мы поднять не можем. Исиом, испытание по-русски, это слово НЕС, чудо. Слово НЕС, это называется... То есть НЕС, это тот флаг, который поднимают. Исиом нас поднимает. Нас поднимает, если мы его выдержим. Вот когда есть ситуация, когда есть... Ну, допустим, вселенная самая простая вещь, самая актуальная вещь. То надо еще задуматься, почему вселенная, почему это... Потому что Всевышний правит миром. И мы должны себя укрепить в этом знании. Понимаете, укрепить себя в вере, что все у Всевышнего, и все это к нам к добру... Любая возможность укрепления себя в этом, она чрезвычайно важна. Когда у человека все в порядке, когда у него нет никаких проблем. У него нет вообще такой причины укрепить себя в вере, что все, что мы сделаем Всевышний, это к лучшему. И так все хорошо. Когда есть проблемы, когда жизнь идет не так, как мы хотим. Но в вере, еще необходимость себе напомнить слово нашим, мудрецом, словотворим, что все, что делает Всевышний, это к лучшему. И более того, и более того, надо помнить себе, что Всевышний правит миром не от случайностей. Не от случайностей. Если человек отворачивается в этой вере, то Всевышний может отдать его под силу случайностей. Я очень советую вам в эту категорию не попадать. Это рамбом я приводил его уже. Вот я вам то, что я советую по этому поводу, когда есть тревоги, в первую очередь напомнить себе, что Всевышний правит мир, и поэтому постараться соблюсти спокойствие и хладнокровие. Это первое. Второе. Мы хотели подумать, есть тут необходимость что-то делать. Хладнокровно, не в панике. Не в панике. Дальше подумать, что даже если... Понятно, что я вещь хорошо знать. Мы сейчас распространили через Бород Исхак материалы, которые заново переработал. Это великое сгула Арабхайма из Воложина. Проверено многими-многими людьми. Когда человек попадает в какую-то стрессовую опасную ситуацию, должен укрепить себя в вере и в знании, что только Всевышний правит миром, и никто другой не может ему сделать ничего, ни хорошего, ни добра, если не будет того или Всевышнего. И об этом говорит Арабхайм, что тот, кто укрепляет себя в этом, то он выходит из-под воздействия разных дурных сил. Это первое. То есть я думаю, что это укрепить себя в этом вере и в знании в момент сирены – это защита Божьей, чем любые другие защиты. Это первое. Второе, когда он себе уже напомнил, укрепился, это, если надо, человек уже думал заранее, потом подумал. Я думаю, что вы можете получить смысл уже с нашего сайта. Он думал, что там есть. И об этом подумал заранее. То есть человек готов, уже вдумался в тот момент испытания. Это очень просто. Очень просто. Если не готов, то это... Потом надо сделать, если надо. Не факт, что надо. Сделать какой-то штатлет, то зависит от меры уверенности человека. Это метахон. А потом можно начать говорить тылим. Спокойно. Не в панике. Не как человек, который тонет и на что-то ухватится. Тылим – это не соломинка, которая должна спастись. Тылим – это освященная молитва Давида Меллаха, которая связывает нас с Всевышним, связывает нас с любви. Это великая сила. Это оказается огромных вещей, огромных сфер вещей, это не только оба сны для жизни. И надо быть спокойным в отношении себя и молиться за весь род и зла. Это, и опять же, напоминаю, то же самое, когда видят человека, когда в панике, если можно человека приободрить, укрепить его в метатобитахон, в мере уверенности, успокоить его. Это чрезвычайно важная вещь. Потому что паника и страх, они опасны сами по себе. В Горшу одну всяческую историю. Тот-то торопится и отпускает. Просто жалко пропустить. Известно, что во время бомбежек, ракетных обстрелов Ирака, в 33 города Буразан примерно, Абхайм Канепский пообещал, что ракеты не упадут в мои браки. Слышали об этом? Его спросила праведная жена, Абхайм Канепская, была с дочерью Равлеши, она много чего в жизни видела. Как тебе же на себя такое ответственность? Знаешь, что ответил Абхайм? Я хочу, чтобы люди не были в панике. Не были в панике. Однако, на этом дело не кончилось. Тот из его близких заметил, что в его время войны, это той войны, очень большие мешки под глазами. Он спросил, что такое. Меня уже спрашивали, я не сказал, тебе скажу. Я сказал, что на кремной бираке не будет ракета. А сейчас мне надо быть ответственным за свои слова, поэтому, когда я кончаю свою учебу в течение дня, это была большая программа учебных. Я сажусь, говорит Тилипу всю ночь. Там была такая маленькая история, которая, я помню эту историю, я был здесь, мы жили по тревоге быть здесь. И пошел слух, что там в саббат упала ракета и раздребался. Взрывная волна была очень громкая в Нейбраке. Все думали, что уже упала ракета в Нейбраке. И Абит Каневский разбудил мужа, сказал, Хаин, говорит, упала ракета в Нейбраке. Он сорвился секундочку, не упала в Нейбраке, пошел подальше. Что выяснилось, ракета упала на границе Романгана или Геватаева, но не в Нейбраке. Близко в Нейбраке. Но надо знать, что надо молиться. И я вам еще одну вещь. Особенно надо молиться за пленных. Это очень большая беда. Дай Бог, чтобы все евреи вернулись к Всевышнему и вышли из этого. Всевышний, Он всесильный, может быть тысяч евреев даже из посолена Хамаса. Нет проблем. Всевышний такой проблемы нет. И дай Бог, что у вас хорошие вестели. И слава Богу, еще это рано. Учатся. И больше, чем обычно. Очень хорошо. И мои два внука тоже вернулись вчера в Ешиву. Можно даже больше. Я просто не всех узнавал. Заранее. То есть тоже была начать учеба в ближайшее воскресенье. Не вернулись вчера уже. Есть щит. Щит на нашего защиттора. И дай Бог, что этот щит он заградил, защитил. И чтобы все мы укрепились и использовали это время для духовного роста. Всего хорошего. Можно вопрос? Пожалуйста. Ну смотрите, ну вот ситуация с Пикакнех, то есть это не подходит по этой ситуации. Это вообще не подходит. Я такого не говорю. То есть назвать сейчас, что допустим, я в каком месте. Ну в этом месте. Ну вот наше решение, наше место. Вот я вас прошу. Моей жизни ничего не ухажает. Да? Я могу быть спокойным. Я не знаю. Я такого не говорю. Это зависит от меры. Вы просто не надо делать какие-то попытки. Не надо какие-то попытки. Это зависит от меры уверенности Всевышнего, уверенности человека Всевышнего. Уверенность во Всевышнем написано в Торе, если есть Пикакнех, что... Это слова Торе, а не мои слова. Это целая тема для целого урока. Да? Что то, что является человеком Пикакнех, это зависит от его меру уверенности. Если он спокоен, считает, что Всевышний в ситуации не надо опасаться, это про... то... Лейбольный Пикок напишет. Это просто одну историю, чтобы вы хорошо это поняли. История, которая приведена здесь, в этой истории реакции Хазаныша, когда коммунисты захватили царскую Россию всю. заставляли евреев выходить на работу в шаббат. А тот вообще не выходил на работу в шаббат, он оставался без хлеба, буквально без хлеба, и то, что это было... без хлеба оставался. И обратились к Хабетсхайбу, чтобы он выпустил письмо, что нельзя ради этого выходить на работу. Хабетсхайб отказался. Почему отказался? Сказал, что если люди будут... Удивительно для них они останутся без хлеба, то это можно пикок, не пишь. И у старости сказали Хазанышу. Сказал, что вы думаете? То есть Хабетсхайб сам вышел на работу? Нет. Почему? Потому что вопрос пикок. Не представляете меру верности человека. Я вам скажу, откровенно вам скажу, я бы из Ишибы я бы не выходил и искал способ услышать сирену. Если не учишься, это защита. Если вы находитесь, не учитесь, слушайте сирену, можно спуститься. Вы на ком этаже здесь? Тут есть Маумат. Что? У нас в Каскерах есть один. Ну, зайдите. А вы все в том, скажите, или... Ну, опять же, надо напомнить в первую очередь, что Всевышний правит миром. Я потом буду разделать еще одно. Так я это делаю. Но реально, если на меня уже есть постановление, что этого мира уйдет, не на меня, на копыт нашего ненавистника уже уйдет, то то, что я в том пойдет, он пойдет, ему не поможет. А если нет, так это... Тут должно быть все в порядке. Но есть такая обязанность, говорите, это ищет джут, поэтому я в дядю Маумат. И там, говорите, ты или за тебя весь наш народ. Не надо эти вещи принадлежать. в бригаде. Вопрос, где, когда, и как, Я вам скажу, если мы же об этом говорим, то, когда нацисты зверски бомбили Варшаву, была большая тема, надо ли спускаться в убежище или оставаться на месте. Такой убежище могло обратиться в такую живую могилу. Там не было кому раскапывать ничего. Вот Рав из Бриска известен какой-то человек. Волнующийся. Он ложился спать. Он был там с сыном в Варшаве в то время. Он ложился в кровать и спокойно спал в римбомбежек. Я помню, когда были тревоги здесь в войне из Персидского залива. Они бывали обычно только по шаббатам. Обычно они не касались Иерусалима никак. Тут ни одна ракета не упала в Иерусалим. Но они были тревоги были. Я не мог заснуть ночью в шаббат только от страха перед тревогой. А вот Рав он спал под бомбежкой. Вот спросили его Рав известно, что он вся волновится всегда. Он сказал, что касается моей обязанности перед Всевышним, я волнуюсь, что не исполни. А тут мне нечего делать. Нет у меня подходящего. Это дело не мое, это Всевышнего. Так что не волноваться? Что не волноваться? Это не наш уровень, но просто хотя бы видеть, как вы выглядите, наши меликие люди вы выглядели. Дай Бог, чтобы... Спасибо большое. Будьте здоровы. Успокоены. Спасибо. Успокоены. Хорошие евреи это большая месла. Будьте здоровы. Все хорошо. Здорово. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok